Свой визит в Рязанскую область Владимир Путин начал именно с осмотра цехов завода. Президент побывал на производстве и успел пообщаться с сотрудниками предприятия. Главе государства показали различные цеха, в том числе автомобильных и авиационных кош, где Путин осмотрел салон автомобиля УАЗ Патриот и новый кресло для самолетов. После экскурсии по заводу Путин осмотрел стенд Минпромторга, где представители различных компаний продемонстрировали главе государства свою продукцию – обувь для спецназа, спецодежду, спортивные комплекты, детскую обувь и школьную одежду. После экскурсии президент провел совещание по развитию легкой промышленности в стране. Путин отметил, что вопросов и проблем в отрасли очень много. Особо президент остановился на проблеме контрафакта и контрабанды, которые, по его словам, не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью граждан. Подчеркну, контрафакт и контрабанда фактически девальвируют, обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле. Мне, кстати говоря, было все-таки приятно услышать сегодня, что намеченные нами в правительстве меры по поддержке отрасли все-таки срабатывают, и это видно на примере конкретных предприятий. Но они работали бы еще гораздо более эффективно, если бы не было тех негативных явлений, о которых я уже сказал, контрафакты и незаконного завода на нашу территорию иностранной продукции. Именно в зачистке рынка от сомнительной продукции заключен, на мой взгляд, важнейший ресурс для развития легкой промышленности. Давайте вместе подумаем над тем, что нужно сделать дополнительно по этому направлению. Еще один вопрос, на котором хотел бы остановиться, сегодня отдельно касается поставок сырья на отечественные предприятия. Насколько знаю, на внутреннем рынке наблюдается дефицит натуральных волокон и материалов, а их качество зачастую отстает от уровня переработки. Вот сегодня тоже об этом говорили, да? Здесь нужны гибкие решения, которые будут стимулировать собственные производства сырья и в то же время позволят закрыть текущие потребности переработчиков. В этой связи предлагаю обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства. Еще один важный вопрос – вопрос кадров. Президент отметил, что в целом в легкой промышленности зарплата недостаточно привлекательна для молодых специалистов. Нужно внимательно проанализировать эту ситуацию. Будущие кадры должны обучаться там, где есть практика, где можно применить получаемые знания. В том числе предлагаю рассмотреть возможность открытия профильных кафедр при ведущих предприятиях отрасли. Подводя итог совещания, президент отметил, что в целом в легкой промышленности наблюдается рост 6% за первое полугодие. По словам Владимира Путина, это очень хорошие показатели.